Страны мира постепенно открывают для россиян свои границы после пандемии. И все-таки для того, чтобы отправиться во время отпуска в теплые края, придется помучиться с тестом ПЦР и прививкой. А где-то придется провести время в карантине. В таком случае на выручку может прийти внутренний туризм. Туризм в Ашкортостане, он развивается благодаря нашим соседям. Потому что в первую очередь наши сильные, богатые соседи, это и Свердловская область, Чайбинская область, и Самарская область, промышленные регионы. Провести отпуск на родине Жигулевского в постпандемийное время – весьма неплохая идея. Тем более, что теперь попасть в Самару и поездом, и самолетом не так уж и дорого. В текущем году запущен прямой авиационный рейс. Это субсидируемый авиарейс. Продолжительность полета составляет 1 час 25 минут. Стоимость билета начинается от 1985 рублей. Мы организовываем новые маршруты. Мы ускоряем движение на этих маршрутах, сокращая время для туристов, для посещения самых интересных мест. Но вот я хочу сказать, что каждый поезд, который мы направляем, он уходит у нас полной населенностью. То есть до 400 человек каждый раз мы отправляем на новый маршрут. Мы хотим выстроить этот маршрут из Республики Башкортостан. Но куда пойти и на что посмотреть туристу из Башкирии, который только что прибыл в аэропорт или сошел на перрон запасной столицы. Избавиться от неопределенности попытались туроператоры Самары и Башкирии, которые собрались вместе, чтобы разработать уникальный туристический маршрут. Гости имеют возможность даже в течение одного дня, приехав утром на поезде и уехав в этот же день вечером, по доступной цене посмотреть как минимум город Самару. Как правило, программы 4 дня 3 ночи, цена на них колеблется от 12 до 15 тысяч рублей. Именно туроператоры формируют туристические потоки, направляют группы в соседние регионы. И для того, чтобы снять многие проблемные вопросы, которые у них возникают на местах, им необходимо познакомиться с нашим туроператорским сообществом. Начать свое знакомство с Самарой можно с ее улиц, музеев и площадей. Но есть посреди города и такие места, куда до недавних пор можно было пройти только со специальным пропуском. Это так называемые подземные оборонительные сооружения. Наши бункеры, которых сегодня открыто уже два. И мы стараемся таких сооружений постепенно открывать все больше и больше для наших гостей, проводя необходимые работы. Если же город вас никак не привлекает, а долгий пеший переход с тяжеленным рюкзаком за спиной вам милее экскурсии, то и тут Самарская область сможет порадовать. Это территория Самарской Луки, уникальный полуостров, который занимает площадь более 160 тысяч гектаров. И он состоит из Жигулевских гор. Река Волга совершает поворот на 180 градусов, как раз огибая Самарскую Луку. Чтобы любоваться восхитительными видами, но при этом не сильно напрягаться, можно сесть на теплоход, который как раз проплывает по Волге мимо Жигулевских гор. Тем более, что из Башкирии круизы не стартуют. При этом уже сейчас многие отели, детские лагеря и маршруты участвуют в программе туристического кэшбэка. А по итогу встречи между двумя регионами может появиться полноценный туристический маршрут, на котором каждый турист найдет то, что ему по душе. Егор Полторыхин, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ.